Открой Открой Мне, Господи, глаза Мои Добрый день, уважаемые зрители Телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем Наш разговор с Сергеем Анатольевичем Гавриловым Председателем Комитета по собственности Государственной Думы Российской Федерации Координатором межфракционной депутатской Группы по защите традиционных Христианских ценностей. Добрый день, Сергей Анатольевич Добрый день, здравствуйте. Сергей Анатольевич В прошлой программе мы очень подробно поговорили О ситуации с Крымом Сейчас хотелось бы о другом векторе Вашей активности поговорить О вашей поездке, о ваших поездках в Сирию С чем это было связано И какова была ваша миссия Миссия и основная цель Была у нас двоякая Моя внутренняя, основная душевная Задача состояла в том, как руководитель Делегации Как человек, который отвечал За насыщенный план работы В том числе за безопасность За успех нашей делегации парламентской В которую входили депутаты Депутаты Совета Федерации Государственной Думы Представитель Московской Патриархии Представитель нашей Исламской Уммы Наши предприниматели Цело в том, чтобы Разобраться и максимально помочь Нашим Единоверцам Нашим православным братьям Которые на наш взгляд Были оказались брошены Брошены Как Западная Европа Которая В стиле крестоносцев По сути дела Объявив войну Традиционным ценностям На Ближнем Востоке Подставила Павославных христиан И христиан вообще Под удар По сути дела Фанатиков Религиозных экстремистов Которые Собственно Не являются На наш взгляд Представителями Правильными представителями Исламской культуры А с другой стороны Под удар Таких стран Как Саудовская Аравия Катар Которые во многом поддерживают Религиозных экстремистов Террористов Наводнивших страну И по сути дела Православные христиане Которые Как совершенно Подчеркивают И Мусульманские лидеры Являются Одним из Коренных Основных народов И религиозных общин На Ближнем Востоке Безвещущего создания В том числе Сирийской цивилизации Которые всегда Исконне С момента крещения Находились В Сирии И Сирия для нас Такая же святая земля Как Иерусалим Это можно сказать Что с точки зрения Святынь С точки зрения Памятников Православных христиан Православного христианства Это не менее значимая земля Для нас Чем не только Ближний Восток Но и Крым Киев И европейский мир Можно сказать Что Более 60 храмов Православных Было разрушено Религиозными Экстремистами Более миллиона христиан Оказались беженцами В своей стране Наиболее трагичное положение У внутренних беженцев Которым просто некуда бежать Из страны Зачастую Это многодетные семьи Которые не имеют Условий для жизни Которые не имеют Еды И теплой одежды Особенно в зимний период В этом году в Сирии Были очень холодные Холодная зима И Международное сообщество Отказывается Так называемое Международное сообщество Оказывает реальную Гуманитарную помощь Этим действительно Для страдающим людям И я должен сказать Что только Россия Пока Оказывает Честную И правильную Гуманитарную помощь Мы выставили С помощью МЧС В общем Министерство странных дел С помощью Комитета защиты Сирии И Ливии Правильную структуру Сбора Поставки Лекарств Питания Теплых вещей И честного распределения Этих Среди беженцев Я подчеркиваю Что гуманитарная Тема оказалась Очень острой Потому что Часто европейцы Под видом И американцы Под видом гуманитарной помощи Начинают осуществлять Попытку вооруженного Мешательства Под видом Гуманитарных коридоров Поставлять вооружение А та помощь Которая идет Она идет часто Не в Сирию Помощь которая Собирается Например в Катаре В Европе А идет на Поддержку Так называемых Беженцев Которые В лагерях За пределами Сирии По сути дела Практикуют Подготовку К террористическим акциям Зачастую Такое происходит В наших глазах И поэтому Мы считали Главное Конечно Помощь нашим Собратьям Кроме того Наша задача Оставила В помощи В целом Братскому сирийскому народу Независимо от Религиозного Веросповедания Помощь государству Потому что Это государство Традиционно являлось Нашим основным союзником Который всегда Поддерживал Россию И во время Чеченской Чеченских событий Чеченской войны И во время Конфликта с Грузией И защиты Интересов наших Сограждан Наших Сотечников В Осетии И На Абхазии В Абхазии Многие Руководители Сирии Воспитанные В Советском Союзе И России Прикрасно говорят По-русски И мы считали Возможным Изучить ситуацию Я должен сказать Что миссия Оказалась наша Успешна Мы во многом Восстановили Существование Пархом Антиохийским Северо-Востоком Иоанном X Перед его Визитом В Москву И во многом Проинформировали его Обеспечили Максимальную поддержку Нами была передана В том числе Мной Икона Одного из Наших любимых Святых Митрофания Воронежского Создан Во многом Благодаря усилиям Которым был создан Флот Российский Который во многом Сейчас обеспечивает И безопасность Южной части И востоке Средиземного моря Обеспечивая Безопасность Границ Обеспечивая Ликвидацию Химического оружия Я должен сказать Что даже В ходе встречи С Патриархом По совету встречи С руководителем Православных Общин В Ливане Было отмечено Одним из руководителей Во время встречи Что Вспомнили Удивительную фразу Александра Невского Солоблаговерного О том Что не в силе Бога в правде И вот Открытая позиция России Честная позиция Позиция солидарности Помощь сирийскому народу В экономике Обучение безопасности В гарантиях Грамматарной их помощи Это конечно Оценивается Сирийским обществом И я должен сказать Что Наши встречи На улицах Дамаска С простыми людьми С прихожанами С руководителями Сирии Мы встречались С президентом Сирии Со всеми силовиками Специальным правительством С руководителем парламента Подтвердили Наши догадки Наши предположения Во-первых О поддержке Нынешнего курса Который осуществляет Президент Сирии Азрой стороны В поддержке Русского народа И России в целом Я должен сказать Что даже такой Пасой пример В Сирии Вторым языком Объявлен русский В сирийских школах Который сирийский язык Теперь изучают русский язык Как например Дети Сирийского президента Башар Асда И в то же время В ходе встреч Меня поразил Один факт Который Думаю Тоже я думаю Будет интересен Нашим телезрителям Я сейчас сравниваю Двух президентов Утонченного интеллигента Очень скромного человека Автолемолога По образованию Пустяка Английских учебных заведений Президента Сирии Башара Асада Который смотрит на угрозы На попытки подкупа Жестко отстаивает Интересы своего народа Борьбу с терроризмом Который декларирует Открыто Что основной задачей Является защита Христиан Сирии Который Все эти долгие годы Не бежит из страны А вместе с семьей Находится В осажденном Дамаске Который уже сейчас В счастье Разблокирован Усилиями Сирийской армии И который Не собирается Предавать Своего народа Чьи родственники Гибнут В ходе вооруженных Столкновений И президента Украины Виктора Януковича Который оказался Великим и могучим Который внушал Трепет Своим Согражданам Который буквально В секунду Исчез как президент Бросив Не только Милиционеров И спецслужб Которые его защищали Но и народ Который ему доверился Который избрал его на выборах И вот это Сравнение На мой взгляд Говорит о том Что как Важна для политика Которая берет Ответственность за свой народ Воля Воля И из чувства долга И я думаю Что это очень важно Что для всех Для нас Что если человек Собирается Представлять народ Он должен быть готов К испытаниям И в любых ситуациях Он должен отстаивать Конечно Всем Что у него есть Интересы своего народа Я должен сказать Что нами Предпринимаются Значительные меры По экономической помощи Сирии По преодолению блокады Которую устроил Запад По Выстраиванию Например Восстановлении инфраструктуры Сирийская Таким Вооруженная оппозиция Были разрушены Многие зернохранилищи Разрушены школы И поэтому Наша сдача Восстановить 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 Мощность По сохранению Зерна Мощности По производству Лекарств И вот эти все вещи Они конечно Замечаются всеми Особенно Это замечается теми Кто страдает Больше всего Мы посетили Мы посетили несколько госпиталей Где находятся На лечении Не только Поставающие Дети Женщины Офицеры Военнослужащие Но даже Те боевики Которые попались Во время Оружного столкновения Мы видели Не просто чувство Надежды И веры в Россию А чувство Огромной благодарности Даже морально За ту моральную поддержку Не только материальную Но и моральную поддержку Которую им Оказывает Россия Российское государство Российский народ Регулярно Не только по линии государства МЧС Но и по линии Общественных организаций Собирается Доктором Феменовым Огромная помощь Гуманитарная помощь Которая поставляется Тоже на собранные средства В Сирию Часто в обход Границы Несмотря на блокаду И я должен сказать Что Вот сирийский опыт Потрясает Нас Глубиной проблем И он не может Не проецироваться На нас На нашу ситуацию Потому что Происходившее в Сирии До этого происходило 15 лет назад В эти самые времена В Югославии Когда Югославия Была уничтожена НАТОвскими Барбардировками И многие НАТОвские генералы Не скрывали Что Сербское православие Является Одним из факторов Нападения на Сирию Что если бы Сербы были католиками То вряд ли Поднялась бы Вооруженная рука На них НАТО И я должен сказать Что вот этот опыт Опыт Ирака Ливии Показывает Что технологии Которые отрабатываются По развалу стран По провоцированию Беспорядков По подготовке Вооруженной оппозиции По переворотам По кровавым Технологиям Они Все ближе и ближе К нашим грозницам Не случайно Многие политики От Милошевича До Асада Говорят нам о том Что Друзья мои Это все готовится Для России Что следом После Ирана Будет Средняя Азия И Россия И вот эта подготовка Тысяч террористов Которые Свободно проникают Через Турцию Ближе к российским Границам Это не может не вызывать Наших серьезных Опасений И я думаю Что нам переходить Пора Не только от Мониторинга ситуации От помощи Гуманитарной К наступательным действиям Они связаны Не только с Подавлением Очагов терроризма Но и Измене нашей Внутренней политики Внутри России Мы должны Максимально Консолидировать общество Делать общество Более справедливым Честным Духовно целостным Ориентированным Нашей традиционной Православной ценности Чтобы народ Наш был здоров Чтобы семьи Были большими Чтобы дети Были здоровыми И патриотически воспитанными Тогда государство Будет мощным И в экономическом И в оборонном смысле Это очевидные уроки Я надеюсь Что они сейчас Усвоены Нашим государством И нашим руководством И хочется верить Что Эти действия Будут Поддержаны В том числе Нашим населением Несмотря на Грозящие санкции Торговые Экономические санкции Угрозы Падения цен на нефть Я думаю Мы должны понимать Что Сохранение России Нашего единства Нашей безопасности Важнее Даже мифических Экономических Предпочтений Потому что Если мы потеряем страну Потеряем наш народ То Мы потеряем и все И цены на нефть И возможность Путешествовать по миру И импортные закупки А если мы Остаем страну То у нас Мы приобретем И все остальное Сергей Анатольевич Но Не специалисты Не очень понимают Почему Так долго Продолжается Эта война В Сирии Что ее подпитывает И почему Другие Арабские страны Принимают В этом участие В подбрасывании Дровишек В этот костюм Сирийский феномен Конечно Во многом Загадка Он потряс В том числе Европейское сообщество Потому что Предполагалось Что вся история Закончится уже В 12-м году Что переворот Который готовился С помощью вооруженных Вооруженной позиции Религиозных фанатиков Западных технологий Западными деньгами Он будет скоротечным И в лучшем случае Подлится несколько месяцев И как в Ливии Например Или В результате Перейдет в фазу Спровоцирует фазу Вооруженного вмешательства США и НАТО Как это было в Ираке Однако На мой взгляд Здесь вот Технология Так называемая Арабской весны Дала сбой Во многом благодаря тому Что Сирийский народ Уникальный на самом деле Народ Он оказался более сплочен Он оказался более Подготовлен К этим К этим технологиям Я напомню Что Сирия Это Сирия и Россия Это две Пожалуй Очевидной страны Где не было Внутренних религиозных войн Где за все это За старе тысячелетия Удалось добиться Гармонии Понимания Между Традиционным исламом И традиционным христианством Где Люди праздновали Общие праздники Где Религиозные деятели Ислама И христианства Уважали Ценили друг друга И поддерживали друг друга Изначально Муфти Сирии Говорит Что без христианства Сирия не страна И не цивилизация Которая себя поздравляет Наших Павославных Существах христиан Из религиозных праздников Приходят в наши храмы И они сберегут Наши общие святыни Такие как Головы Иоанна Претечи Мечети Амиядов В Дамаске Уважают Наши святыни Наши ценности Это первое Второе Сирия много узнала Сирия тоже Во многом разделенный народ Миллионы сирийцев Живут от Латинской Америки До Востока И они понимают Реальная значимость Так называемых Европейских ценностей Плюс ко всему Сирийское руководство Оказалось действительно Волевым Решительным Сирийская армия Подемонстрировала Свои возможности И при помощи В том числе и нашей помощи Удалось переломить Вход войны Удалось нанести Серьезное поражение Вооруженным террористам А война затягивается Потому что Многие страны Залива В том числе Прежде всего Саудовская Аравия Катар Которые ставят На радикальных исламистов На салафитов Которые имеют ввиду В том числе И экономические интересы Попытки захватить Сирийскую территорию Как возможность Для нефтетрафика Они Посудило Наплевав На все Европейские ценности На международное право Гонят тысячи Экстремистов Через отсутствующую границу Готовят Вооружают Известно что Сирия Среди погибших Боевиков Находит немало Военнослужащих Армии этих стран Находит Бывших заключенных Которые по тяжелым статьям Находились в тюрьмах Которые были отпущены Под условием Идти воевать Сирию Сирия стала местом Куда собираются Собираются террористы Со всего мира И понятно Что это не только Место где перемалываются Эти террористы Место где они готовятся Готовятся для того Чтобы быть не только в Россию Но и в Европу И это нужно сказать Что руководители Всех спецслужб Европы Несмотря на разорванные отношения Важают огромную заботность Они пытаются выставить контакты С сирийским руководством Потому что эти террористы Обучившись новым технологиям Новым технологиям Вооруженных борьбы Потом возвращаются в Европу И эти вот Не тысячи Безоружных фанатиков А десятки Высокоподготовленных бойцов Они могут стать Угрозой для безопасности Европы не меньшую Чем в угрозе Открытого вооруженного столкновения И я думаю Что задача мира Соединенных Штатов Не смотреть через призму Насколько это ударит По российским интересам Насколько это соответствует Их концепции Управляемого хаоса А посмотреть через призму Насколько это Реально угрожает Стабильности мира В том числе и в Европе Поддержка терроризма Особенно как исполнил опыт Афганистана Опасна тем Что многие из них Из этих подготовленных Активистов Боевиков Часто выходят Из-под контроля Как показал опыт Террористов Которые Сделали теракты На территории Соединенных Штатов Поэтому Надо уходить От этой практики История И в Сирии И на Украине Показывает Что В интересах Европы Конечно преодолевать Эту зашоренность Выставить честные Отношения с Россией Уважая интересы Христиан На Ближнем Востоке В том числе и в Сирии Все таки Что может Россия Сделать И должна сделать В перспективе Для того Чтобы остановить Этот конфликт Конечно Без Без прекращения Вооруженного вмешательства Ряда Спонсоров терроризма В сирийскую войну Без спонсирования Финансовой помощи Соединенных Запада Европы Без помощи Вооружениями Без поддержки Организационной поддержки Формирования Вооруженных банд Сирию Я думаю Что войну В ближайшее время Остановить Будет крайне сложно Потому что Сирия не имеет Закрытых границ То что происходит На границах С Турцией С другими Арабскими странами Понятно Что это Судил коридор Для подготовки Для трафика Террористов И трафика Обратного Для их лечения И подготовки Я думаю Что Конечно Сирийская армия Которая показала Высущайшую Боготовность Она потихоньку Освобождает Территорию Она Кстати говоря Спасает В том числе И христиан Спасло недавно Плененных Монахинь Монахинизм Молюли Святого Для христиан Место Место Кроме того Что это Уникальный Монастырь Стои Феклы Это место Где Одно из немногих Местных веках Где Практикуют Арамейский язык Многие наши Русские Оставались На трехмесячные курсы Пытаясь Понять И узнать Язык Христа И не только Освобождает Сирийская армия Территорию И пленных Она Встает Режим Безопасности И законности На этих территориях Но это Сложный Тяжелый Процесс И Ассия Максимально Помогает В восстановлении Единства Сирии Но я думаю Что Без того Без процесса Когда Страны соседи И страны запада Не осознают Меру своей ответственности За последствия В том числе Последствия Которые будут Расследоваться На их территорию Я думаю Основить это Будет крайне сложно Поэтому я надеюсь Что кроме Поддержки Сирийского народа Нужно конечно Рожевлять Процесс И наша визитка Осталась перед Женевой 2 Я надеюсь Что Процесс Возобновится Но на условиях Равноправия Без попытки Дискредитировать Сирию Попытки навязать Так называемое Правительство В изгнании Которое потерпело Крах Прах и вооруженный Политический крах Эти люди Не приемлюсь Сирийским народом Даже по оценкам Соединенных Штатов Башар Аса Поддержит Более 50% Населения По их оценке По нашему оценкам Около 70% Поэтому если Встали свободные выборы То выбор народа Был бы очевиден И наша задача В том Чтобы Голос Не только Сирийского народа Но и Интересы Собственной безопасности Европы Были услышаны Руководителями Этих государств Кто в этой связи Может быть Партнером России Я знаю Что по линии Общественных организаций Например Сергей Вадимович Степашин Встречался недавно С Папой Римским Что известно Об этой встрече Может быть Какие-то результаты Совместные действия Гуманитарные Конечно Нам очень важно В операторском Палестинском обществе Должен сказать Что именно Этим обществом Более 100 лет назад В начале 20 века Была воспитана Ливанская Сирийская элита Она получила В этих школах Прекрасное образование Куманитарное Культурное образование И до сих пор Наследники Вспоминают Огромную помощь В том числе Великой княгине Елизаветы Которая помогала Останавливать монастыри И школы Что касается Современной деятельности Общества Она огромная Многолика В том числе Наша задача Я благодарен Сергею Вадимовичу За работу С католической церковью Объединить усилия Наших церквей В деле защиты Традиционных ценностей И жизни христиан На Востоке Может страдают И марониты Страдают католики Страдают посланные христиане Страдают Представители Дуриих христианских Даглакинонских церквей Сирийской церкви Их духовные руководители Метаполиты Похищены И задача Не только объединить усилия Русской постановной церкви И Рима Но и попытки влиять Через эти контакты На политическое сознание Руководителей Европы К сожалению В недавние годы Подемонстрировали Что Европа Все больше и больше В политическом смысле В культурном смысле В цивилизационном смысле Уходит от своих Павославных От своих христианских корней Это появляется в том Что в Европе Все больше деминируют силы Которые дискредитируют Свои понятия Христианское понятие Добра и зла Христианские ценности Вообще понятие христианской семьи Многие европейские политики В том числе Евродепутаты Политические партии Озабочены этим Поэтому они с такой надеждой Смотрят на Россию Которая сохранилась Сохраняет эти ценности Которая является для Запада Надеждой На то, что христианство Сможет защитить свои ценности И подемонстрировать путь в будущее Потому что В нормальной французской семье Довольно сложно сейчас Воспитывать детей Сохранять нормальные ценности Моральные ценности В условиях разгула Разгула сектанства Деструктивных настроений Содомии В политическом обществе Франции Например Франция, которая Не так давно Искрична Была любимой дочерью Рима Я должен сказать, что В интересах И католической церкви Взаимодействовать с Россией И с Россией И с Россией И с Церковью Для того, чтобы Вернуть Европу В лоно христианства И тем самым Пытаться защитить Наших единоверцев В том числе На Ближнем Востоке Сергей Анатольевич Завершение нашей программы Что бы вы пожелали Нашим телезрителям И в связи с ситуацией С Крымом И в связи с ситуацией С Сирией Может быть Какие-то действия Какую-то помощь Материальную Необходимо куда-то Перечислять С точки зрения Поддержки Сирийского народа Я благодарен Всем нашим Телезрителям Особенно Должен сказать Всем православным христианам Которые Оказывают помощь Нашим Сирийским братьям Гуманитарную помощь Моральную помощь Это очень важно Я надеюсь Что эта помощь Будет продолжена Кроме того Я хотел бы Обратиться К нашим телезрителям Более внимательно Относиться К судьбе Своей страны К восходящим событиям С тем Чтобы мы Извлекли Опыт И уроки Из того Что происходит Сирии На Украине Подошло 15 лет назад В разорванной НАТОвскими Авиаударами Сербии Сербии В которой Историческая часть Колыбель Павославия В Сербии Косово-Метохия Это бывало Там неоднократно Была оторвана От своей родины Это место Где До сих пор Находятся Древнейшие монастыри Где находится Косово-Поле Это нужно Оторвать от России Бородино И Куликово Поле И Прохоров И я должен сказать Что мы должны Принять все силы Мы православные Христиане Чтобы защитить Нашу страну Защитить Наш духовный Выбор Защитить Наши Павославные Ценности Наше Миропонимание Наш Опыт Наш стиль Взаимодействия Дружбы Солидарности Коллективизма Трудовой Этики Отношение К нашему К нашему Государству Как тысячелетней Империи Которая Жить еще Многие века И тысячелетия Как третьему Риму Как стране Которая хранит Может одна из многих Стран Которая хранит В целостность Христианства Я думаю Что нам нужно Извлекать Опыт Из этих событий Прежде всего Из сирийских событий Я надеюсь Что это приведет В том числе К оздоровлению Наше общество В целом Большое спасибо Сергей Анатольевич За беседу Вам спасибо И пусть весь мир Ликует И поет Разбуженный Пасхальным Перезвоном И слезы вдруг Как ручейки По склону И тает в сердце Многолетний лед Так пусть Так пусть Весь мир Ликует И Поет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok